Женя Силкин задает такой вопрос У него больны почки И как он считает Что касается зрения Передалось по наследству Дочери, сыну И вот он задает вопрос Что надо сделать, чтобы поднять иммунитет И вылечить почки Ну смотрите Иммунитет Это нечто другое Когда почки заболели Ну в принципе это все связано конечно Ну начнем с самого начала Ладно, вот смотрите У человека заболели почки Что надо сделать Скорее всего Болезнь перешла уже в хроническую стадию Надо вспомнить После чего они заболели После того, как он простыл То есть вернее Какой вид заболевания Одно дело, когда человек простыл И у него почки заболели Другое дело, они начали болеть от того, что у него там появились камни Там песок Почки заболели Третий там еще там что-то Допустим киста Или что-то другое Допустим удар был по почкам А потом начали почки болеть То есть вот это все надо Сначала ясно себе представить От чего заболели почки А для этого надо просто-напросто вспомнить Вы были здоровы, нормальны А потом только Хоп Допустим Переохладились Попали в драку Вдарили по почкам Вот Любите Есть Мясную пищу То есть много белковых продуктов Животного происхождения Которые Скапливаются Дают Отложения в почках Или еще какие-то факторы То есть вот это вот Надо выяснить вам самим Выяснили Потому что в любом случае Вы идете в Больницу Там что Начинается Сначала опрос По-хорошему Вот когда заболели Что там заболели А там что там Едите Далее А чем болели Ага Болели там Или не болели Или еще Сдаем анализы Сдаете анализы И выясняется Ага Допустим У вас там Допустим Какая-то там Микрофлора Вредная Которая Провоцирует В течение Почечных заболеваний Значит назначаются Там какие-то Лекарства Для того Чтобы эту Микрофлору убрать В данном случае Если Имеется Какие-то там Ну вообще Хорошо было бы Сходить к врачу Действительно Сдать анализы Чтобы согласно Анализам Сказали Что у вас там Творится Ага Допустим Если это Бактериально Значит Значит вот тут-то Вы уже можете Допустим Использовать Не Лекарственные Средства А Какие-то Травы Которые Способствуют Тому Что Воздействует На Этих бактерий Далее То есть Травы Там Различные Там Используются Начиная Там От полыни Ну и Кончая Там Даже Березовым Листом Не Дегтя А Березовым Листом Отвары Вот То есть Это все Можно подобрать Далее Используются Травы Которые Способствуют Тому Что Усиливают Мочоотделение То есть Быстрее Их промыть Ага Используйте Эти травы Ежедневно Делайте себе Там Чай Из этих Трав Какие-то Травы Там Допустим Спорыш Это Что Мне На Ум Приходит Птичий Горец Горец Необходимо Обратить Внимание На Воду Чтобы Вода Была Соответствующая Потому Что В некоторых Случаях Заболевание Почки Почек Повинна Вода То ли Там Много Каких-то Там Солей Кальция То ли Еще Там Чего-то Много То ли Еще Вот Водичку Для того Чтобы Лучше всего Промыть Почки Используйте Талую Воду То есть Берете Вот такую Бутылочку Замораживаете Талую После того Как Вы Заморозили На Следующий День То есть Вот Я Вечером Я Сейчас Поставил Утречком Я Взял При Комнатной Температуре Вот здесь Она У меня Стоит Я С вами Разговариваю Вода Начинает Таять Вот Оттаяла Там Глоточка На Два Я Выпил И так Продолжайте То есть Талая Вода Прекрасно Промывает Почки Значит Можете Использовать Талую Воду Она Особенно Хорошо Промывает Почки Дробит Там Песочек Камушки Там Чистит Вот Если Ж У вас Камни Имеются То Здесь Поступаете Значит По-другому Тут Уже Используется Более Целенаправленно Целенаправленно Те Травы Те Ну Сборы Которые Будут Воздействовать То Там Допустим На одни Камни Потому что Камни Разных Разные Виды На одни Воздействуют Допустим Там Какие-то Щелочные Там Растворы На других Там Более Кислотные Или Еще Там Как-то Но В любом Случае Талая Вода Воздействует На Всех Их Далее Поддерживаем Поддерживаем Почки Естественно Питанием А именно Почки Выводят Разного Рода Соли Почки Выводят Белковые Азотистые Шлаки То есть То что Остается От белковых Продуктов Значит Белкового Поменьше Есть Особенно Животных Белков Значит Комбинировать Их Там С салатами С тушеными Овощами С тушеными Овощами Значит Больше Кашки Немножко Соли Подсаливать Надо Почки Любят Соль Но Нечрезмерно Тушеные Овощи Каши Примерно Этого Достаточно И плюс Вот эти Все травяные Сборы Различные Пьем Которые Промывают Почки Особенно Там Хорошо Будет Еще Промывать И Напар Шиповника Плодов Шиповника Я С удовольствием Пьем То есть Можно Различные Такие Напары Сделать В термос Со стеклянной Колбой Немножечко Туда Метка Добавлять Немножечко Вот так И будет Отлично То есть Тем самым Вы облегчите Работу Почек Если Почки Слабые Вы Значит Их Будете Как бы Подтягивать С помощью Питания Далее Там Раз в две Недели Вот Интересно Для того Чтобы Как бы Укреплялась Сама Почка Надо Вернее Рекомендует Съедать Почки Почки Допустим Свиные Почки Допустим Там Говяжьи Вот То есть Любые Почки Которые Там У вас Будут Хорошенько Их Приготовить Чтоб Все это Было Вкусно Приятно В небольшом Количестве Раз в две Недельки То есть Народная Медицина Заметила Что Подобное Укрепляется Подобным Про питание Мы с вами Разобрались Далее Мы С вами Уяснив Себе Отчего Все это Происходит Болезни Почек Убираем Причины Возможные Для их Рецидива А именно Чтоб Ноги Были В тепле Чтоб По почкам Не били Чтоб Мы Там Не Переедали И Еще Такая Интересная Вещь Почки Связаны Со Страхом Они Значит Парализуются И Как бы сказать Прекращается Их Неработа От страха Поэтому Постарайтесь Вот с этой Эмоцией Разобраться Чтоб Вы Меньше Ее Испытывали И тем Самым Не вредили Почкам И Кстати Сейчас Как раз Время Наиболее Благоприятное Для Вот Заботы О почках Там Примерно Как я там Писал Это по месяцам Если по месяцам Это там Суставы Идут А что касается По Этим Самым Циклом Активности Органов Это Как раз Сейчас Активные Почки Мочевой Пузырь То есть Наилучшее Время Для их Укрепления Поэтому Не пропускать И вот Этого Всего Мы С вами Придерживаемся И уже Примерно Через Месяц Почки Совсем По-другому Заработают У вас Вы Перестанете Их Ощущать Если Какие-то Там Боли Были Или Еще Что-то Что касается Бактериальных И Просто Как бы Сказать Они Заболели Если Нет Чего-то Там Другого То Как Правило Это Идет Довольно Таки Хорошо Не Забывайте Блюда Из Проросшей Пшенички Сейчас Как раз Сезон Витаминов Нету А тут Проросшая Пшеничка В салатики Там В первое Блюдо Да В ту же Кашку Или Как я делаю В виде Вот этого Завтрака Горс Проросшей Пшеницы Стакан Кефира Пол Столовой Ложки Меда Можно С петушечкой Помешать С корнем Петрушки Там Если Проращиваете С листьями Петрушки Прекрасное Вот Дополнение Для Того Чтобы Почки Лучше Работали То есть Есть травки Которые Специально Направлены На Улучшение Той Или Иной Функции Почек Вот Что касается Мероприятий По тому Чтобы Вылечить Почки И Укрепить Если Они Как-то У вас Плохо Работают Есть Конечно Еще Упражнения Можно делать Такие Хорошие Упражнения Это Плух Юговская Астана Плух С Прогибом Это Наклон Вперед Вы Тянетесь То есть С одной Страны Сжимаете Почки С другой Страны Растягиваете Область Поясницы То есть Это Все Будет Так же Работать На Почке Плюс Еще Хорошо Бы Это Уже Делать Массаж Стоп Берете Палочку Знаете Какую Я палочку Использую Я выстежу Вот такую Палочку Внимание Палочка Из Дуба Вот Такая Вот И Смотрите Если Надо Какую-то Точку Проработать Маленькую Ну Допустим Здесь Я Нашел 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 Пока Не Нашел Вот Здесь О Нашел О Вот Вы Используйте Вот Этот Наконечник Если Вам Нужно Что-то Потолще Промять Допустим Даже Вот Здесь Можно Промять Область О А Вы Используйте Это Более Что-то Большую Поверхность Вы Можете Так Почухать Если Надо Такие Боростки Пожалуйста Вот Этими Боростками Ребеночка Там Погрести Себя Ступню Проработать Очень Хорошая Полезная Будет Вещь Вот Чтобы Не Применять Никаких Там Экстремальных Вещей Типа Голодание Хотя И голодание Будет Очень Хорошая Вещь На Талой Воде Раз Хотя Бы В две Недельки Чтобы Голодали Сутки Или Двое Суток Это Будет Отлично Для Почек Они Будут Промываться Побольше Талой воды Пить Ну Смотрите Противопоказания Противопоказания Это Просто Напроста Вы Должны Быть Готовы К тому Что Если У вас Умеется Там Песок Или Там Камень То Талая Вода Их Погонит Буквально Таки Недели Через Две Чтоб Вы Были Готовы К тому Что Такое Может Быть Поэтому Здесь Не Спешите Сталой Водой Не Летон Ее Пейте А Пейте Примерно Хотя Б Стакана Два В день А Потом Потихонечку Наращивайте Чтоб Все Это У вас Как-то Постепенно Растворилось Сейчас Как раз Начнется Сезон Там Активности Печени Очень Хорошо Почистить Будет Печень Там Мягенько Почистить Улучшение Работы Печени Очень Хорошо Сказывается И на Работе Почек Ну Вот Эти Все Мероприятия Будете Выполнять И с Почками Будут Нормальными Ну Если Особо Не Хотите Просто Умеренность Во Всем Соблюдение Разумности Не Переохлаждаться Не Значит Вот Если Имеются Смотрите И Вот Важно Постеркнуть Если Имеются Кариозные Зубы Если У вас Часты Ангины Или Какие-то Там Такие Простуды Если У вас Вообще Имеются Болезни Так Вот Суставами Были Ангины Потом Там Суставчики Заболели Вот Если У вас Имеются Высыпания На Кожи Гнонечков Если У вас Были Фурункулы Это Говорит О том Что В Крыме Имеется Гноеродные Бактерии Там Разного Стофилококки И так Далее То А Я тут Убрал То Дополнительно Надо Будет Пропить Тадикам Для того Чтобы Почистить Крову Одно Из Лучших Средств Для Очищения Крови Это Керосин Либо То Что Делается На Керосине Ну Вот Вы Можете В интернете Привезти Тадикам Оригинальный Тадикам Неоригинальный Ну Чтоб Вот Эти Вот Очаги Инфекции Не Подпитывали Очаги Разрушению В почках Бактериальных Чтоб Все Это Не было Там Ни Цистита Ни Нефрита Ни Пилонефрита И так Дальше Ну Вот Так Вот Примерно В комплексе Подошли Со Всех Сторон А Не то Что Почки Заболели И Мы Не вдаваясь В то Отчего Это Начинается А Начинается Из-за того Что Допустим Во рту Кориозные Зубы Либо Мы Постоянно Болеем Ангинами Либо У нас Там Изредка Вскакивают Фрункулы Или Там Прещины Заболели Думаю Сейчас Будем Лечить Да Толку Никакой Также Я бы Порекомендовал Знаете И нормализовать Работу Кишечника А Именно Тминчик Где-то Одна Треть Чайной Ложечки Тмина Семян Не Разжевывая Просто Проглотили Чтоб Она Навела Там Порядок С Микрофлорой Если У вас В животе Бур Чит Это Говорит О том Что У вас Там Неправильная Микрофлора Которая Расселяется По всему Организму Где там Она С током Крови Попадает Естественно В почки И Начинает Там Вести Свою Разрушительную Работу Ну Примерно Вот Так Прекрасная Погода Продолжение следует